Словом, которым хотел бы я сегодня поделиться, так сказать, порассуждать. Эта тема, можно так сказать, сейчас везде мы слышим про эту тему. Сейчас о нем все говорят. И особенно последние пару месяцев. Хотелось бы, чтобы каждый заглянул в себя, как обычно, Слово Божие призывает нас заглянуть в себя, не на соседа. И пересмотреть свое отношение, свое понимание, свои соображения. Может быть, в глубине сердца вы, может быть, в глубине сердца вы найдете что-то, что не соответствует Божьему Слову. Праведности Его. Итак, я думаю, что никому не секрет, что мы все с вами разные. Очень тяжело нам найти двух абсолютно идентичных человека. Даже если взять двух близнецов. И даже там есть разница. Но по каким параметрам, можно так сказать, видит нас Бог? Мы все разные. Но как видит нас Бог? Как Бог рассматривает нас? Как Он, может сказать, судит людей? Ну, не осуждает, а судит людей. Как Бог смотрит нас и видит нас? Можно подумать, ну, наверное, неправильно подумать, по количеству денег. Может быть, по уровню образования. Может быть, по тому, какого человек пола. Может быть, по социальному статусу. Может быть, по цвету кожи. По расе. Нет. Господь нас видит по тому, кто мы внутри. Написано, что Он судит по мышлению и намерению сердечной. Он видит мысли, Он видит желания. И по ним Он нас, как сказать, судит, о нас, по этому. Ну и, конечно же, видит наши поступки, это однозначно. Первое Коринфянам 4,5. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь. Который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога. Вопрос, как мы судим. Как мы видим. Как мы рассматриваем других людей. Интересно, что в Писании, в Ветхом и в Новом Завете повторяется одно и то же. Немного, но несколько раз повторяется одна и та же мысль. Бог нелицеприятен. Вот в 2-м Пролипоменон, 19,7. Действуйте осмотрительно. Ибо нет у Господа Бога нашего неправды. И апостол Павел повторяет ту же самую тему, Римлянам 2,11. Ибо нет лицеприятия у Бога. Я думаю, слово «лепрецеприятие» мы очень редко встречаем. Может быть, не все знают смысл этого слова, но оно очень интересное. Это переводится, расшифровывается, как предпочтение одного человека, одного лица, другому. Из-за родственных отношений. Личных связей, какой-либо выгоды. Предпочтение одного человека, другому на основании пола, финансового состояния, расы. Это все лицеприятие. В разных английских переводах мы можем немножко увидеть еще экстра расшифровку. Например, вот это Римляне 2,11 переводится как «У Бога нет фаворитизма». В другом переводе написано «Бог судит всех по одним стандартам». В другом переводе написано «Бог не принимает человека по его лицу». То есть здесь говорится о том, что «Бог не судит о нам по нашей внешности». То есть здесь говорится о том, что «Бог не судит о нам по нашей внешности». «Не смотрит на нашу плоть». «Высокий человек, низкий». «Худой, полный». «Мужчина, женщина». «Черная кожа, белая кожа». «Или любого какого другого оттенка кожи». «Во Христе все равны». «Пред Богом во Христе все равны». «Галатам 3,27-28». «Все вы, мы, христиане, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужского пола. Ни женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе». Здесь не говорится, что мы вдруг во Христе стали все одинаковыми. И вдруг мы все стали идентичными. Нет, мы все остаемся разными. Но Бог видит нас всех одинаково. Независимо, мужчина, женщина. Бедный, богатый. Какого ты социального статуса, какого ты цвета кожи. Пред Богом все равны. Я думаю, что неспроста апостол Павел писал это не только римлянам, писал это еще и в другие церкви. Ведь некоторые могли считать себя лучше других. Израиль был избранным народом. Все это знали. Израильтяне тем более это знали. И поэтому израильтяне, иудеи, которые становились христианами, они могли возвышать себя над теми, кто пришел ко Христу из язычества. Мужчины могли возвышать себя над женщинами. Свободные могли возвышать себя над теми, кто еще оставался в рабах. И это все христиане. Это все дети Божьи. Но апостол Павел говорит, что Христос принес равноправие. Но апостол Павел говорит, что Христос принес равноправие. Что Он уравнял абсолютно всех, кто в Нем. Колоссянам 3, 10-11. И облегшись в нового, добавлю человека, потому что это исходит из предыдущего стиха. Который обновляется в познании по образу создавшего Его. Где нет ни Елена. Ни иудея. Ни обрезания. Ни не обрезания. Варвара, скифа, раба. Свободного. Но все и во всем Христос. Новый человек. Ни мужчина, ни женщина. Ни иудея, ни елен. Интересно, что по истории очень многие нации были рабами. И мы знаем, что многие нации были рабами. И мы знаем, как ужасно относились к людям, которые были рабами. Я думаю, что очень тяжело узнать вообще, кто был рабом. Потому что это происходило на протяжении тысячелетий в разных нациях. Но из Библии мы знаем, что натоизраильские были рабами. Были рабами. А мы не были рабами в Египте. Потом были рабами в Вавилоне. Из истории России мы знаем, что русские княжества были в рабстве. Они были под татаро-монгольским игом в 15 веке. Но это все были языческие народы, которые угнетали другие нации. Но, к сожалению, в так называемых христианских странах, в Европе, в Америке, это продолжалось до 19 века. В Британии, например, отменили рабство только в 1833 году. Совсем недавно. По закону парламента в 1833 году запретили рабство. Но, как мы прекрасно знаем отношение людей, к этому поменялось гораздо позже и, может быть, еще в процессе изменения. Я вот интересовался этой темой и нашел, что по историческим сведениям которые некоторые люди опровергают, некоторые доказывают что еще где-то 50-60 лет назад в некоторых общественных заведениях, там, в пабах, ресторанах висели вывески, что черным людям заходить нельзя. Это для меня просто уму непостижимо. Но вы знаете, что в 19 веке, именно тогда, в том веке, когда, в конечном счете, отменили рабовладельство жил знаменитый христианин. Может быть, вы слышали о нем, может быть, нет. Этого человека звали Уильям Уилберфорс. И он положил свою жизнь, чтобы отменилось право рабовладельства здесь, в Англии, и во всех колониях Британии, и во всех ее колониях. Он был членом парламента. И он начал и возглавил целое движение, которое боролось за освобождение рабов. И в конечном счете, с большим упорством, с большим противостоянием, они этого добились. И по свидетельствам написано, что именно его вера, его вера во Христа дала ему убеждение, что все люди равны. И что все люди созданы Творцом равными. И именно это толкало его, именно это подбадривало и дало ему силы, чтобы достичь этой цели. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, что Бог рабство не создавал. Хотя у народа израильского были рабы. И Бог даже давал заповеди о том, как обращаться с рабами. Левит 25, 43. Написано, не господствуй над ним с жестокостью, и бойся Бога твоего. Я думаю, что это точно так же, как Бог не создавал многоженство. Я думаю, что если Бог хотел бы создать многоженство, Он создал бы одного Адама и двух Ев. Но Бог создал одного Адама и одну Еву. Однако даже в законе описалось, как нужно относиться, и, к сожалению, Бог, ну не знаю, к сожалению, Бог разрешил многоженство. Вот так оно было. Но у меня такая уверенность, что это все, вот это рабство, что многоженство, на этого не было волей Божьей. Это все последствия греха. Это посредствие зла и посредствие проклятия. Я пытался задуматься лично и поставить себе на место тех, против которых есть много негатива, так сказать. Я знаю, что есть много разных точек зрения, и просто хотел поделиться своим размышлением. Лично мне, наверное, будет очень тяжело понять человека, как он себя чувствует, его настроение, его понимание, его вообще мышление. Если он всю свою жизнь страдал от дискриминации. Например, возьмем женщину. Мы знаем, что годами женщины были унижены. Мне тяжело понять женщину, которая годами страдала из-за дискриминации на работе. И только потому, что она не мужчина. Мне будет тяжело понять черного человека, который вырос с понятием, что есть два разных уровня людей. И что к черным людям столетиями относились с унижением. Их считали рабами. И многие, может быть, сейчас относятся к ним с унижением и поэтому. Я не знаю. Ну и страшно, что это отношение распространено. И, к сожалению, даже среди христиан. Я хочу вам рассказать собственный пример, который слышал ушами. Может быть, вам будет смешно. Мне как-то не смешно. Своими ушами слышал, кто-то сказал. Женщина не умеет водить машину. Все женщины плохие водители. Удивительно, что я это слышал не раз. И еще удивительно, что это ни разу не сказала женщина. Неудивительно, да? Понимаете, вот это мышление. Я говорю, может быть, вам будет смешно, но это мышление, с которым человек живет, и он с этим согласен, и он так видит женщин, которые сидят за рулем. Вы это попробуете сказать женщине, которая водитель Формулы-1. Самой быстрой гонки в мире. Я думаю, что тяжело будет увидеть такую женщину за рулем машины Формулы-1. И сказать ей, что она не умеет водить машину. Но печально, что это убеждение. И печально, что это убеждение, оно выражается в действиях. Оно выражается в негативе по отношению к женщинам, которые рядом с тобой едут в соседней машине. Я могу согласиться с тем, что у этого человека, у которого такое понимание, у него был личный опыт. Может быть, у него был личный опыт негативного аварии, какого-то происшествия, где была вина женщины. Согласен. Может быть, даже был неоднократный такой опыт. Но это совсем не значит, что все женщины не умеют водить машину. Поэтому, когда такое говорится, я думаю, что это, возьму английское выражение, которое стало русским, это сексизм. Это дискриминация к противоположному полу только потому, что они противоположного пола. Вернусь к Галатам 3.27. Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. Нет уже ни иудеи, ни язычника. Вот так видит Бог. Нет ни раба, ни свободного. Нет мужского пола, нет женского пола. Но вы все одно во Христе Иисусе. Это во Христе. Вне Христа. Все тоже одинаково равны. Все одинаково не спасены. Все одинаково живущие по плоти. Все одинаково живут в рабстве греха. Галатам 5.19.21. Дела плоти известны, пишет апостол. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, длинный список, разногласия. И в конце написано и тому подобное. Хочется в этот список добавить и дискриминации, и расизм, и сексизм. Это все дела плоти. А Бог, Он не лицеприятен. Бог, ибо нет лицеприятия у Бога. Он судит по сердцу. Он судит по намерениям. Он судит по тому, что нам, людям, не видно. Не по внешности. А по тому, как человек внутри. А как это сделать нам, если мы человека не знаем? Столкнулись, но не знаем. Как нам судить об этом человеке? Мы не знаем картины его жизни. Мы не знаем обстоятельств его сегодняшних даже обстоятельств. Почему Он сегодня так себя ведет? Я думаю, придерживаться надо к словам тогда Иисуса Христа, Матфея 7.1. Мы должны слушать слова Иисуса в Матфея 7.1. Не судите. И не судимы будете. Вот хочу поделиться одним примером. Он полувымышленный пример. Полувымышленный, полу-настоящий. Один человек другому рассказывает. Сегодня мимо меня прошел черный человек. Толкнул меня и даже не извинился. Может быть, вы слышали что-то подобное. Я думаю, что в этом мире сейчас это очень распространено. Но почему-то я больше, чем уверен, что если бы человек был белый, его раса не была бы даже упомянута. Я никогда не слышал одного белого человека, говорящего другому белому человеку. Сегодня прошел мимо меня белый человек. Толкнул меня и даже не извинился. Вопрос — почему? Почему? Зачем поднимать вопрос расы? Что вы имеете под этим в виду, когда это говорите? Это из-за того, что в сознании есть какой-то скрытый, так сказать, неприязь к определенной расе. Какой-то уровень расизма, который там живет. Я много слышал лично, много слышал в своем направлении, когда иммигрант. В смысле, говорят про иммигрантов, но обращено ко мне. Большинство из вас приехало в эту страну, вы наверняка тоже слышали. И здесь слышал, и в Израиле слышал. Эти иммигранты такие, и сякие, и они так плохо. Вы все слышали, я думаю, что не надо углубляться. Что это, если это не расизм? Что это, если это не предрассудок по отношению к человеку, только потому, что он из другой страны? Только потому, что он родился в другом месте. И, честно говоря, меня это не удивляет. Оно неправильно. Оно однозначно неправильно. Но, к сожалению, меня это не удивляет, когда это говорит, пишет, ставит в социальных сетях мирской человек. Это не удивляет. Но христиане. Мы призваны подражать Христу. Богу, Отцу, который не смотрит на внешность, вообще не смотрит на внешность. Ему абсолютно все равно, кто ты. Физически. Мужчина, женщина. Богатый, бедный. Ученый или чернорабочий. Черный, белый, африканец, азиат, европейец. Ему все равно. У него один параметр. Во Христа крестившиеся. Он смотрит на каждого человека и смотрит, во Христа крестившиеся или во Христа не крестившиеся. И не удивляйтесь, что этого в мире сейчас очень много. Не удивляйтесь. Вы думаете, сейчас много, будет еще больше. Об этом говорит Слово Божие. Будет еще больше зла. И ненависть, и насилие будет. Матфей 24. Иисус сказал. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь. Не удивляйтесь. Ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство. Будут глады, моры и землетрясения по местам. Не удивляйтесь. Это будет зло, будет подобно как паутина. Оно будет все переплетено. Пытаться разобраться в этом зле, кто прав, кто виноват, бесполезно. И, может быть, даже невозможно. Одно ясно, что это последствия греха. Это последствия греха падения. Еще интересная такая мысль. Я наверняка слышал про это в социальных медиах, по новостям. Об этом сейчас очень много говорится. Что люди просят прощения. Вы, наверное, видели видео. Я думаю, что если я участвовал в каких-то действиях, в которых присутствовала дискриминация, будь то прямая, будь то косвенная, у меня есть о чем попросить прощения. И у меня есть о чем попросить у Бога прощения, покаяться в этом. И осознать, что это неправильно. Я родился белым человеком. Ничего с этим поделать не могу. Я родился мужчиной. Я тоже с этим ничего поделать не могу. Ну, по идее могу, но совсем не хочу. Но осуждать, потому что я родился белым мужчиной, я не могу понять. Это тоже, получается, дискриминация. Осуждать кого-то только потому, что родился мужчиной. Или осуждать кого-то только потому, что родился белым. Но что я могу сделать? Это не участвовать в дискриминации. Не потакать ей. Вот что я могу сделать. И если дискриминируют, более того, если дискриминируют против меня, я не должен отвечать тем же. 1 Петра 3.9 Не воздавайте злом за зло. Христианское учение довольно простое по этому смыслу. Не воздавайте злом за злом. Или ругательством за ругательством. Дискриминацией за дискриминацией. Не воздавайте. Напротив, благословляйте. Зная, что вы к тому призваны. Чтобы наследовать благословение. Интересно, такой концепт в Писании есть. Что пророки просили прощения за своих отцов. За их зло. За их неправду. Они каялись за своих предков. Вот один из примеров. Иеремия 3.25 Пишет пророк. Мы лежим в стыде Своем, и срам наш покрывает нас. Потому что мы грешили пред Богом нашим. Мы и отцы наши. От юности нашей до сего дня и не слушались гласа Господа Бога нашего. И я сегодня хочу попросить прощения за моих предков. Если они в какой-то мере принимали участие, будь косвенное, будь то прямое, в какой-либо дискриминации. И Господь сегодня призывает каждого задуматься в глубине своего сердца задуматься о том, как мы рассматриваем других людей, о том, как мы относимся к другим людям, которые не похожи на нас, будь то из-за пола, будь то из-за расы, будь то из-за финансового положения, будь то социального статуса. Римляне 12.18 Это как заповедь. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Дискриминация, расизм, сексизм. Это все зло. Мы призваны носить Христа внутри нас. Мы дети Божьи, обличенные, как написано, во Христа. Носить Христа внутри нас. Иметь ум Христов. И быть сосудами любви Христа. Будьте благословенны, дорогие братья и сестры. Дорогие братья и сестры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова